широкий ассортимент футболок кружек чехлов футбольной тематики с помощью конструктора на сайте можно создать футболку с логотипом команды или любимым игроком скидка подписчикам канала по промокоду канал sg 10 процентов всемайки точка ру ссылка в описании всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру вокруг света фифа 17 да мы перешли в баварию наконец-то приняли предложение руководители топ-клуба а именно из германии в бундеслиге мы будем проводить остаток этой карьеры ну и давайте что ли оценим что у нас тут за состав а вообще лучше наверное сначала закончить этот сезон а потом уже в следующем самом начале оценить состав и все остальное ну только проверить контракт на всякий случай все такое прочее ну на тренировку кого-нибудь поставить кто у нас тут перспективный давайте глянем есть такие есть опорник джордж перспективный есть бен кодсап какой-то тоже перспективный а так в принципе ну может быть центральный защитник прёдл буфаль есть еще может быть их поставить не знаю крайне есть фридл защитник вратаре есть перспективный нет штарки 40 лет 40 лет рейтинг 59 и все еще все еще здесь удивительно конечно вообще возрастные нас вратаре ну вот руль лида 29 лет запасной вратаре будет у нас за ноером я все-таки ноера хочу оставить если честно ну хорошо давайте тогда вот этого опорника будем качать или ронда конечно же что еще и можно поставить ну победить своего в принципе выносливость до помешало бы ему качать не знаю буду ли его использовать в составе это мы еще посмотрим или ронда в качестве передач учитывая что у нас игроки всегда универсалы в центре поля ну то есть они должны хорошо уметь и обороняться и развивать атаки всегда так передачи еще можно вон подачи углового длинный пас навесы ну надо ли это качать ему не знаю удары вот дальние удары можно до силу удара завершением удары верхом давайте качнем и это раз уж я решил по полной его именно качать и стандарты особо штрафные на тоже удары покачаем ну что ж пока идет настройка параметров нового сезона да мы переходим в новый сезон тут как раз статья про нашу победу еще когда мы руководили монако финале лиги чемпионов над барс и напряженно матч со счетом 1 0 да это было здорово но теперь с баварией нужно и уже с настоящим вот уже никто не придерется что это топ-клуб европейский взять и выиграть все трофеи в которых все турниры в которых мы будем принимать участие все трофеи взять ну не знаю получится ли 2021 2022 у нас уже будет сезон в какое будущее мы залезли я никогда так долго в карьеру не играл фифа если честно но особенно вот для ютюба для на запись когда-то давно еще когда в школе учился до было фифа 2005 фифа 2006 2007 вот эти вот части версии там да там очень долго играл в карьеру но когда но за последнее время уже когда youtube канал нет такого не было у нас было максимум три-четыре сезона по моему но не столько как в этой карьере какой-то уже на сезон получается 6 до будет вот он и начнет ну что ж давайте оценивать состав но прежде чем оценивать состав я решил пройтись по задачам руководства лигу чемпионов нам нужно выиграть бундеслигу нам нужно выиграть кубок нам нужно выиграть естественно в баварии других задачи быть не могло а также нужно молодежь развить немножко увеличить рейтинг одного игрока молодежной академии по крайней мере на пять пунктов выпустить их в основном составе или на замену в пяти матчах вот такая вот у нас задача тоже есть популярность марки 200 миллионов опять с продаж футболок я не знаю за на кому успели выполнить задачу или нет там так я и не посмотрел а долгосрочные получить 170 миллионов от доходов от тв или что это такое это доход от тв именно от телевидения или я ничего не понимаю за три сезона то есть ну осталось сезона 3 то есть это только сейчас задача появилась 170 миллионов но хорошо три сезона вряд ли мы конечно проведем здесь финансы завершите сезон с процентом прибыли 75 миллионов низкий кстати вот популярность марки вот здесь главная задача финансы низкий приоритет домашний успех конечно же главный приоритет лиги чемпионов главный приоритет то есть результаты самое главное и популярность марки на молодежь и на финансы можно не особо обращать внимание и наверное так я буду делать я очень хочу очень хочу купить наймара к нам ну что ж друзья смотрите в общем я хочу наиграть две схемы в баварии чтобы время от времени их менять и подстраиваться может быть под соперника или чтоб соперники не могли привыкнуть к нам ну первое это традиционная наша схема это 4 3 3 атакующие и ну игроков я сюда набрал конечно но тут можно усилить конечно стартовый состав еще лукаку с рейтинга 89 конечно это наш основной будет центральный нападающий сусу справа под вопросом шатого я думаю мы все-таки продадим но пока пусть будет чьягу оскар и санчеш это как раз тройка которая ну я хотел чтобы чтобы она играла у нас в основе то есть всегда хоть и оскар уже 29 оскару и оскару его все время по-разному тоже называют по ударению тягу 30 лет но я думаю они еще поиграют на высоком уровне ну и санчеш молодой будет еще развиваться у нас естественно до виталова слева безусловно остается хумельс бинатья вот хумельса я бы наверно оставил бинатью точно нужно продавать кимик справа естественно остается то есть флангами обороны у нас все в принципе нормально более или менее а ну и ноер на воротах само собой если смотреть запасных то тут очень много стареньких уже игроков допустим видаль 34 года его тоже уже можно продавать бернат как запасной крайний защитник в принципе пойдет его наверно продавать не буду эрнандес как запасной центральный защитник тоже вполне себе я его даже наверное в старт выпущу пока вместо бинатьи который капитан кстати почему-то мюллер как запасной игрок атаки он на разных позициях может выступать естественно тоже остается ну штарки понятно на праже бенка молодой 73 рейтинг тоже под вопросом реймси вот 86 рейтинг как запасной центральный полузащитник наверное 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 нормально но хотелось бы лучшего и у меня есть кандидаты ну кем усилий здесь наш состав хуан мата 33 года тоже можно продавать гамшик 33 года который уже в полном регрессе тоже можно продавать в общем я не знаю сейчас будем разбираться с трансферами тут у нас конечно куча кандидатов на продажу но естественно с вратарями в полный порядок рули и нояр это великолепная вратарская линия здесь и ничего наверное трогать не буду вот вариант мы еще и запасной центральный полузащитник и вот вторая схема пока что основной состав такой но вот между вместо джейро можно выпустить еще конечно же опять сюда олега шатова можно шатова как россиянина все-таки российский тренер можно его оставить все-таки еще и мой земляк из нижнего тагила в пусть баварий доигрывает до свою карьеру 30 лет все-таки ну пусть поиграет да я вот только из этих соображений наверное шатова все-таки продавать не буду левый фланг за ним но его усилить можно конечно этот левый фланг у нас и возможно шатов станет запасным но в составе я его все-таки решил оставить сейчас вот подумал так вот у нас более атакующий вариант 352 можно его так назвать алабо идет конечно на место центрального защитника он тем более может там играть как мы знаем хумельс и эрнандес или эрнандес эрнандес наверно все-таки он да длинные пасы мощный удар головой у него специализации вот тройка центральных защитников то есть правый защитник нам в такой схеме не нужен есть москем их который при этой схеме может сыграть на правом полу защитники в принципе да заменить там сусом ну оскар тягу санчеш мюллер выходит стар да и лукаку но вы понимаете да какие позиции нам нужно укреплять я думаю всем понятно есть еще у нас тут волос защитник 26-летний бразилец тоже может играть в принципе в защите но вы же знаете кого я хочу подписать в центр обороны это конечно же бусла при этом можно расстаться допустим с хумельсом тем же ну сбинаете и там и так далее и вот мое любимое окошко когда я прихожу в команду и начинаю чистить состав ну конечно тут штарки причем обратите внимание ему 40 лет рейтинг 59 но он не собирается заканчивать контракт и у него не последний контракт он не собирается заканчивать карьеру естественно естественно надо его продавать я не знаю конечно кто его купит но очень рассчитываю на то что все-таки предложение поступит есть еще у лерих 32-летний но тоже на продажу он стоит 5 миллионов в принципе можно за него кое-что выручить да что касается крайних защитников вот фридель который может играть у нас таких только на лз до позиции бернат у нас на лп может еще играть но фридель вроде бы до молодой вроде бы должен развиваться по идее 23 года но наверное тоже стоит продать или продать берната потому что фридель тогда или фридель как его там правильно будет выходить на замену как раз этой роли приспособлен давайте лучше берната тогда продадим действительно хоть с него можно денег выручить прилично учитывая что 105 тысяч у него еще и зарплата давайте на берна ты все-таки продам алла бы естественно остается у нас но по центральным защитникам тут вообще конечно песня вы посмотрите сколько их у нас раз два три 4 5 6 7 8 9 человек 9 человек мне столько конечно же не нужно учитывая что я хочу еще бусуа купить бинате к сожалению у нас заканчивает карьеру и продать я его не смогу поэтому придется его оставлять бат штубер конечно же на продажу отправляется буфаль тоже наверное хоть он и молодой вроде должен развиваться но пусть идет брума вот смотрите 83 рейтинг 29 лет а тут еще есть бьется которого тоже естественно продаем эрнандес остается само собой хумельс вот не знаю эрнандес кстати дороже хумельса уже из-за возраста есть еще прёдль волос ну прёдли тоже на продажу сколько у нас получается брума остается до эрнандес хумельс волос четверо на но четверо это самое то но если учитывать приход бусуа я правда не знаю сможем ли мы его выкупить потому что надо сказать контракт у него весомые да и цена на рынке тоже но в принципе можно попытаться если продать того же самого хумельса старенького уже давайте попробуем выставить его на трансфер брума эрнандес и волос тогда у нас остаются пока центральными защитками ну и плюс алла бы еще может играть центре как вы помните и вы заметили да что у нас нет чистого правого защитника вообще но кимик там играет но чистого правого защитника у нас вообще нет в команде так что касается крайков именно полу защитников но здесь надо смотреть лфа пфа вместе с ними сразу вот суса видаль паре у нас еще есть какой-то видимо талант но я его наверно ставлю на всякий случай ну и шатов получается с этим испанцам еще до варе какой-то выдавали сразу продаем конечно же джейро вот раз шаттал оставляет от джейро наверно продаем мы нам точно не нужен 20 миллионов тоже можно выручить неплохую сумму за него вот так шата значит слева у нас будет играть получается но суса справа основной до игрок видаль парео ну-ка глянем что у него тут что он может вообще испанец пфа низкий низкий не знаете я его продам на это же спрашивается кто будет играть справа кто будет подвинять суса ну есть у меня один кандидат и вы с ним конечно знакомы куча также там нападающих у нас и как я заметил всего три куча полузащитников и всего три нападающих карменчик который уже 28 лет 77 рейтинг естественно надо его продавать лукаку и мюллер лукаку мюллер конечно остаются а вот карменчик этого парня я наверное продам естественно и получается нас всего два нападающих с моей схемой надо иметь минимум четыре фрв с моими схемами двумя но тут тоже есть кандидаты кого можно купить да и на фланг есть кандидат то есть он универсал нас будет на фланге в центре играть но вы понимаете о ком я думаю вот ну что сейчас будем продавать зарабатывать деньжата а ну сейчас еще разобраться нужно с полузащитниками центральными вот их тоже очень много сначала атакующие полузащитники цапы мне нужны их двое двоих всего лишь в мой состав оскар 1 и 2 наверное купим поэтому мата идет на продажу лансини идет на продажу и бенка тоже идет на продажу что касается центральных полузащитников ну или опорников кому как будет лучше гаудина то вы посмотрите ему 24 года и рейтинг 81 я раздумал его продавать я думаю но дочь молодой перспективный тоже наверно останется вот ваньяма дэрун вот они все примерно одинаковые по уровню да и по возрасту гампшик к сожалению его продать не сможем опять-таки но будет там резерве на всякий случай если что будем его использовать хьюз тоже 26 лет 84 рейтинг кимих но это крайне защитник он там у нас будет играть иногда конечно и в центр поле понадобности можно его выпускать конечно санчиш само собой тьяго этого два основных видаля на продажу прости артура но ты уже совсем регрессируешь с тобой я не хочу уже работать а остюрк он турок да я так понимаю нет он немец он немец и тоже он идет на продажу 69 рейтинг 25 лет но это совсем никуда не годится санчиш тьяго два основных реймзи наверное запасной хотя вот стареньких запасных зачем да вот по идее вообще зачем гаудина вот точно запасной и дорж наверное даже вот так сделаем до ваньяма и зерун мой дэрун тут тоже на трансфер ну гампшик остается понятно хьюз тогда тоже на продажу и тоже на продажу вот так вот чистим состав ох конечно сколько мне придется тут менять и хватит ли мне денег на это все и заменю ли я этих игроков ну примерно таким же уровнем посмотрим будет сложно на самом деле но явно тут видно что перенасыщение игроками у баварии и куча игроков на контрактах которые уже и не нужны на самом деле посчитал я здесь и у меня вышла цифра 19 то есть им если я всех 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 продам то у меня останется 19 игроков но конечно же будут и покупки я там поменял состав друзья мои на тот который уже должен нас играть в первых матчах но там конечно еще некоторые в сборных и я убрал всех в резерв кого я собираюсь продать вот еще что сделал я гатье бусуа ну что 52 миллиона за него придется выложить центральный защитник великолепный который у нас играл и в бормуте и в монако и которые его я бы очень хотел видеть и в баварии 87 рейтинг ну что я не знаю монако отдаст нам или нет давайте свяжемся для покупочки 64 миллиона они хотят за него ну много зарплату него не такая большая для его то уровня 40 миллионов первое мое предложение там посмотрим также я бы хотел видеть легенду ростова и рубина да можно сказать напомню что мы проводили сезон в ростове и у нас там лучшим бомбардиром в том сезоне в чемпионате россии стал серда размун он был очень хорош мне понравилось за него играть и я бы хотел усилить именно им линию нападения баварии давайте попробуем его подписать 36 миллионов на этой позиции не хватает игроков в клубе ну ростов что же вы там никого не покупаете то 20 миллионов мое предложение за азмуна ну и любимец ваш ваш любимец у него кстати позиция лп все время вычитаю пп почему-то он все еще в бормуте и рейтинг у него все еще 80 никак он не уменьшается не прибавляется кеку там она и который разрывал английскую премьер-лигу разрывал млс который своими финтами уничтожал всех соперников и конечно же за это вы его и полюбили я его тоже хочу взять как раз на левую фланг или на правую он может выходить 18 миллионов или 21 миллион он недавно подписал с клубом новый контракт ну что ну я бы наверное за него предложил десяточку все таки 26 лет и он там не прогрессирует надеюсь что десятки хватит хотя бормут наверное попросит больше но вот этот вот этого 29 летнего парня который стоит 97 миллионов с половиной я не знаю удастся ли нам его купить но сейчас будут деньги с предсезонного турнира будут деньги с трансферов я надеюсь какие-то заработаны может быть на них что-то получится как-нибудь я бы увидел у него у себя на фрв либо ну на левом фланге на пять лет у него контракт и на этой позиции в клубе не хватает игроков давайте предложение 80 миллионов первое мое будет надо будет еще игрокам уж кого им какого нибудь им предложить даже не знаю какого надо подумать ну и также опорник из монако папиньё 43 миллиона стоит давайте попробуем купить является одним из лучших на этой позиции до 30 миллионов мое предложение так пока разведка я бы не сказал что я прям сразу вот эти суммы только за эти суммы буду их покупать я просто разведываю сколько клубы ну насколько клубы жадные сколько они придут все таки насколько они согласятся фабинио очень бы нам не помешал естественно но и так как у нас нет абсолютно нет правых защитников кстати вот я подумал cdb зачем не cdb есть же парень из бормута который в принципе прогрессировал возможно сейчас уже имеет неплохой рейтинг давайте посмотрим его лучше я передумал а вот и он да оскар митчел именно его я хочу подписать вообще тут если посмотреть состав бормута из которого мы ушли многие игроки прогрессировали и рейтинг у них изменился станислас тут все еще братья ферстраты помните их его а это уже купили без меня ван берген тоже без меня купили все-таки там усилились потом ну пытались по крайней мере да вы чела 81 рейтинг я его не помню с каким рейтингом его оставлял по моему примерно с таким же но он у нас тоже настоящий универсал может и в центре играть насколько я помню а может играть и на любом фланге в том числе на правом нога у него левая кстати но на правом фланге на мне часто играл в бормуте поэтому давайте подпишем его будет подменять получается кимиха на правом фланге ну десяточку тоже разведка итак претизонный турнир традиционный давайте выбираем самый большой приз меня интересует до саудовской аравии тут ювентус будет играть интер барса манчестер сити вели реал ну и арабские клубы четыре с половиной звезды возможно призовая сумма самая большая так что азиан элит кап мы отправляемся именно туда а вот это для меня вообще неожиданность потому что я вроде смотрел контракты и ни у кого не было там маленького срока оказывается я видимо просмотрел лукаку покидает наш клуб ребята и вот сейчас такая бам у нас остается только мюллер мюллер на фрв у нас остается и но если придет азмун это хорошо конечно но азмун это все-таки не то чтобы я хотел видеть неужели мбабы купить потому что ну кого еще есть у меня конечно вариант еще эски лайнена подписать помните того пятизвездочного парня из швеции которого мы нашли в борму тоже который выходил усилил всегда игру азмуна и эски лайнена наверное было бы неплохо ну короче говоря да наш основной нападающий перешел ювентус вот так вот резко и неожиданно ну что поделаешь так ну что борму то у нас тут манэ стоит 23 миллиона и нам говорят чуть много ну и митчелл этот игрок слишком важен для нас так манэ манэ точно надо покупать вы по нему скучали я знаю ну какие 20 миллиона ну ребят вы чего какие 23 миллиона и богу давайте так 12 миллионов и 15 ладно нет много давай 13 миллионов но не 23 же вы чего что касается митчелла ну как я там сколько я предложил предлагал 10 миллионов но тоже можно повысить до 13 так значит трансфер отклонен фабиньо так же как и неймар ну и все остальные да просто отклонили слишком важен для нас азмун слишком важен для нас да все одинаково короче все ответы одинаковые митчелл но это старая уже так ну я даже не знаю что же нам делать ну вот если допустим неймар допустим допустим то есть нас еще есть там запасе немножко денег давайте 94 миллиона игрок допустим кого вот на место него кого в барсу отправить ну допустим хумельса если отправить вместе с ним или рули рули братаря хорошего братаря с рейтингом 89 но рули я не хотел продавать да но запасного братаря мы всегда можем подписать из академии там это не так важно джеронима рули ну-ка а если вот так согласятся или нет я все деньги на него трачу сейчас абсолютно все я даже не знаю хватит ли ему на зарплату сейчас и похоже другие покупки нам придется отменить по крайней мере дорогие ну а пока играем аль ахли это в принципе клуб который мы обязаны обыгрывать только у нас там да нас там куча игроков сборных сейчас вот тоже проблема но не куча трое из тех кого я не продаю но у нас получается нападающего нет сейчас вообще центрального это конечно приехали но есть карменчик которого я продаю да ладно пусть он будет далее значит ну кимих тоже правых защитников у нас нет вообще кого же сюда ставить то даже не знаю но бернат пока пусть выйдет пусть пока играет бернат пока сборная рули тоже братарь не уж то штарки ставить запас может мы нет не буду не буду не буду бинатью проверю как он там тебя ощущает как который завершает у нас карьеру но пока так пока так первый матч будем играть именно этой схемы 4-3-3 традиционной для меня а вот второй матч уже будем пробовать 352 хотя вроде когда наоборот нужно тестировать новую схему для меня со слабым соперником но как вы понимаете я делаю все наоборот так волос ирнандес до пара cc алаба справа бернат слева хорошо ладно ну что давайте начинать матч я не знаю как там поляк справиться в атаке если что будем что-нибудь придумывать может быть сложной девяткой будем играть с оскаром посмотрим и смотрите где опять проходит матч а я думал ванкувера стадион нет это таким fight stadium это другой стадион очень мне показалось что опять ванкувер white caps стадионе играем ну что ладно ладно кстати там ведь наверняка у а ах ли могут быть известны игроки ну-ка так глянем состав у них фитфа цидис помню этого грека точно помню ну а всех остальных не знаю ладно алек шатов на фланге открывается получает мяч тут такая свободная зона у него олег остановился подача наш поляк не завершил санчеш разыграли здесь мяч удар в нижний угол вратарь ах ли справляется на этих ребят я говорю нужно обыгрывать пуш точно суса подача на ближнюю врата растолкал там всех какой молодец а ну вот первая атака за баварию в этом сезоне у нас в новой команде сусо красиво развернул защитника дальше упал главное без травм не хватало только этого еще на предсезонки нам сусо отборолся мяч забрал пас в центр вести аго на оскара хотят сыграть но там так плотно так плотно привыкнуть не надо конечно еще баварии шатов красиво не надо убегать от защитника ну где же корпус твой олег прокинул мяч здорово а дальше что зачем-то затормозил не поверил себя вот это да но это чего ты у нас будешь такие форталявы делают что ли лишь то если так то надо было тебя не рули предлагать за неймара то удивительно удивительно сейчас как номер сыграл неуверенно с рейтингом то 90 и вы пропускаем от аль ахли серьезно да нет ну вы серьезно ребят хетфацидис как раз забивает нам прошила мануэля нойра удивляюсь я удивляюсь как играет нойр честно говоря совсем не этого я от ветерана ожидал от такого опытного уже вратаря 2021 году супер опытного ну что такое но ир должен тащить такое я не знаю конечно удар очень опасный там защитники у нас бернат сыграл не лучшим образом но ладно ладно вот так если мы проиграем в стартовом матче аль ахли в баварии в суперку вот это будет интересно так сусо вырывается прострел но почему же вот там зоня еще такая где наш поляк где наш центральный нападающий вот скажите мне пожалуйста алаба пас на суса суса удар с левой ноги попал как раз в голову поляку вот он где стоит как столб и ничего не делает санчеш оскар уже в штрафной может быть сейчас что-нибудь получится раскачал здесь двоих а дальше уже подстраховочка али серьезно настроен ты посмотри может у них там куча талантов я не знаю саудов sky rave это родилось оскар не наверное лишний был финт оскар справа открывается снова суса два технаря здесь оскар обыгрывать защитника нет не до конца передача с развороту только поляк ну вот это был наш шанс но поляк его не реализовал я не знаю поляк ли он кстати надо еще посмотреть может он там немец вообще всякое бывает тут да и в германии ногой вратарь затащил алекшатов на вес угла поля хорошая кстати подача именно на поляка еще один угловой будет но я не знаю конечно пока моментов мало мы очень создаем даже непривычно но бавария конечно видно уже не такая команда как монако не такая бегущая это главное отличие к этому надо привыкнуть санчи шоу и получил сзади по ногам но нельзя так грубить в товарищеском мальчину арабы на вы чего на желтую дайте спасибо с вами исполнять штрафной санчи шумыча почему санчи шумыча почему не алабо что отсюда можно зарядить в принципе давить ну-ка давайте попробуем мяч летит в угол кстати ну вратарь был внимателен удар был не таким сильным надо было посильнее выжать тогда было бы опасно ну что 0 1 вот так мы горим от арабской команды ну что давайте смотреть всех запасных на второй тайм фридель вместо берната берна там по сути ошибся виноват пропущенном мече дёрдж гаудино гамшик так гаудино наверно пойдет вот сюда чего не там по звездам три звезды у гамшика ну ладно центр поля выйдет ветеран еще остырку нас есть то есть нас я говорю нападающего некого выпустить вообще получается так играем ладно гаудино неплохо вышел-то поляк пас в разрез вот что он умеет так это корпус ставить и отдавать передачи то есть играть чистого столба себя конечно брать но это не его задача видимо для этого его и покупала баваре в какое-то время шатов стеночку олег вернули ему мяч подачи а немножко не точно застана получился на вес сусу отличный перехват гаудино увидел шатова шатов на финте только уже собирался пробить как его альбасас остановил я не понимаю мануэль нойр отбивает не в сторону от него мяч отскакивает прям на ногу добивающему игроку 2-0 вот это я перешел в топ-клуб да вот это да кто бы мог подумать ну ничего будем вырывать свои очки тогда в поединках с топ-клубами другими вот это старт вот это старт алекса слуцкого в баварии на я вам так скажу ребята монако на порядок сильнее при моем приходе был вы видели эти рейтинги этот состав на порядок сильнее команда чем вот нынешняя бавария которую мы пришли престарелая бавария скажем так тяжелая бавария которую нужно полностью обновлять этим и будем заниматься в этом и интерес сусо ну отсутся неплох до шатов неплох как ни странно будем думать будем думать как все это обновить на вес не точно нас еще есть время конечно чтобы отыграться но пока игры то нет не получаются эти комбинации и так далее момент создавать не получается вот это здорово от поляка пас дорч даже это не залетает молодой талант наш мог поразить ворота арабов не справился с этой задачей к сожалению и снова поляк выдает отличную передачу гамшик о кто забил то у нас ветеран есть история из реального футбола связанные с гамшиком почему он не ушел из напали по моему именно с ним могу ошибаться но вроде с ним там что-то даже с мафии итальянской связаны не не отпустили его хотя он мог перейти в более сильную команду чем напали но не перешел до сих пор там играет возможно там всю карьеру и проведет но вот именно он забивает у нас первый мяч в баварии под нашим руководством удивительно ну что есть еще шанс гаудино и пас дальше на шатова алежа 2-2 алик шатов тагил рулит все хорошо срубленное дерево называется это празднование ну что я могу сказать все-таки сравниваем счет видимо арабы подустали и мы додавили немножко тут за счет свежих игроков которых я выпустил в перерыве отличная передача кстати отличная передача и открывание олега шатова 2-2 2-2 вот уж удивительно ну что еще есть время отыграться ну то есть выиграть вырвать победу 10 минут у нас целых погнали в прессинг гамшик идет вперед дождался подключения гаудино гаудино кстати очень здорово вышел может быть и его наигрывать надо и дёрч тоже это дёрд 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 чик дальше на сусо алаба подключается справа давид что придумает обратно на сусо а здесь уже не прошла передача 86 минута может быть еще на одну атаку у нас будет время нет офсайда у поляка и это штанга и мимо мяча промахивается на добивание опять дёрдж по-моему ну как же он не реализовывает момент это олег олег шатов а нет здесь защитник прочитал но шатов неуемный опять у мяча дальше что подбор за сусо гамшик уже здесь гаудино опять дёрдж еще один момент у него еще один удар и снова штанга он три раза попал штангу на на сей раз уже от рук вратаря а еще и по мячу промазал раз этого молодого таланта куча моментов было на самом деле в этом матче чтобы отличиться подача углового и а скинуть здесь мяч делает это поляк можно пробить гаудино ухты защитник это читерство ребят как так можно среагировать я не знаю шатов еще один удар на нет с места не особо сильно на точность одно очко мы все-таки в этом матче получили два два вот вам бавария вот вам и аль ахли ну что можно сказать давай смотреть статистику что у нас тут ну как мы не выиграли по статистике непонятно хотя с другой стороны проблемы в игре у нас были кременчик в итоге две голевые передачи да у него нет одна голевая но он лучший игрок матча вот так именно поляк по мнению фифа вообще нападение сыграла на здорово гаудино дёрдж видите вышли хорошо и гамшик тоже у всех оценки 8 и 3 и выше защита такси бинати в общем защитники не шевелятся реально вот как я пропускал голы я их выбираю и пока они там наберут ход пока они там начнут двигаться соперники уже нас наказывали так моно уже 25 миллионов эй вы же говорили двадцать три миллиона и оскара митчелла не продавать не хотят я вас не понимаю и богу 13 миллионов не хватает до 16 миллионов что вы скажете на это и и по митчеллу тоже самое тоже хочу предложить им 16 миллионов бормут вот вы жаден и а ну что ж ребят я не знаю барселона приняла эту сделку но 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 у нас не будет скорее всего денег на зарплату и мару которого бы его устроил хотя сейчас посмотрим еще если мы с ним не договоримся но нет смотрите нам хватает нам хватает на весь трансферный бюджет мы сливаем именно на него и надо вот будет сейчас зарабатывать на новых игроков и выигрывать этот пресс-сезонный турнир получается ну либо не всех продавать но супер звезда к нам получается сейчас приедет один из лучших игроков вообще фифа как я понимаю сейчас на момент карьеры 2021 года ключевой игрок само собой 20 процентов я ему там 650 тысяч давай неймар давай неймар давай вот это будет супер усиление атаки и самое смешное и интересное что играем как раз барселоны нас еще ювентус и барселона в группе ювентус лука куда будет играть барселона с неймаром который сейчас там вся пресса разрывается что вот неймар ведет переговоры с баварией ох интересно интересно давайте сыграем гостевой они в дополнительной сыграют так что нам делать с нападением скажите мне пожалуйста потому что у нас нападение немножечко уставшие а все из сборных вернулись тогда все тогда никаких проблем сейчас мюллер сыграет я вот понял что у нас крайних вообще полузащитников атакующего плана очень мало ну давайте джейру пока он с нами покажет себя что он вообще может вместо фрёдли встанет запас и пока все на все даже в основе выйдет шатов выйдет на второй тайм суса пусть играет что поделать там пусть пока играет до справа вообще никого выпускать есть конечно здесь у нас видаль пару вот этот вот можно его попробовать конечно тогда мюллер отыграет весь матч вообще даже не знаю вообще зачем я тут меня их когда это можно сделать перед матчем и вообще я не этой схемой хотел играть с барс и так финалист лиги чемпионов против нас давайте смотреть опять я формы те же самые поставлю вот она моя схема 352 да именно с барселоной наверное с одним из самых лучших нападений именно попробую эту схему что прям пара чувствовать все так значит кто у нас в запасе есть брума наверное алаба заменит в этом матче конкретно шатов и суса вот это интересно конечно ну вот тут уже пора применять вот этот видаль пара давайте с барс и выйдет суса надо в запас тогда поставить вместо бинать и допустим слева 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 может сыграть берна тот же самый шатва в запас поставить как вам такая идея но тогда надо руль и убирать из запаса руль и да тоже играет возможно против будущей своей команды ведь мы обменяли на него именно наймара и вроде барса дала согласие дело за игроком ну что все вот такой состав карменчик нападающий которого ну который сыграет первый тайм только во втором чем придумаем может быть может быть мы шатва в нападение выпустим или суса в общем с нападением у нас беда надо выселять его конечно надо его конечно усилять но жду продаж ждут зарабатывания денег каких-нибудь потому что если наймар перейдет у нас от трансферного бюджета ничего не останется но зато футболки очень хорошо продадутся давайте начинать что ли опять этот стадион тени мне на нем не понравились ну что ж погнали рискованная очень расстановка посмотрим что вот видаль паро у нас умеет на самом деле вообще не представляю пока мюллера посмотрим в деле всех игроков которые вернулись из сборной кимик кстати ну под эту схему не подходит хотя он центре может выйти запасе у нас обязательно надо его выпустить потом оскар играет с поляком пас передачи дальше на санчиша который уже вперед побежал но не прошла а наймар кстати не посмотрел состав барса это же интересно наймар играет или нет вроде да вроде бы играет да слева играет конечно же в центре теле справа карвалио грекко грекко бускец а либо смолинг лопес поленсия и онайн какой-то вратарь у них видите может тарштегин ушел или ну как всегда на предсезонке они пробуют других игроков не знаю рулим не помешает в общем классный пас от найма но здесь перехват и выходим в контратаку вот с этой схемой это сделать даже полегче может быть бернат поляк пошел в центр куда-то из-за этого ох я не понимаю этого поляка его перемещение по полю это очень странные какие-то действия а вот это уже но и вот это я уже узнаю мануэля но ира это другое дело я надеюсь первый матч это была просто притирка к новому сезону скажем так санчеш играет с поляком в пас и сам делает забегание оскар это видит санчеш санчеш заброс центр пол здесь паникуют немножко защитники барсы сейчас хорошая была контратака мюллер головой обработал мяч нормально видали вот этот вот у нас который другой видаль который не чилиц нет мюллера здесь оттеснили бернат хороший перехват мюллер открывайся я тебя молю отлично мюллер смолинк его кушает да и пришлось бить уже не пересекая линию штрафной но на самом деле можно и получше было ударить педаль навес кстати неплохой навес получился у него еще одна подача и здесь подставлял голову эрнандес наш защитник не получилось а вот в пользу барси но надо сказать что с обороны у нас принципе все в порядке я не сказал бы что там какие-то проблемы большие возникают несмотря на наличие таких отличных нападающих как неймар и жезус все хорошо неплохо и поляк должен был сразу раньше отдавать все-таки он деревянники вот не подходит под мой стиль игры на него надо навешивать у нас фланги пока не работают чтобы так отлично навешивать а вот это плохо да все-таки пропускаем пропускаем от барселоны вильям карвали это делает забивает выводит барсу вперед все-таки здесь провал обороны случился именно в центре причем я боялся за фланги но провал был в центре не знаю где-то наш был центральный защитник пропустили в конце тайма но я тут не спас но было сложно чистый выход один-на-один что творит этот видаль и он сделал гол отличный проход по флангу и пас в центр мюллер тут как тут 11 за минуту буквально обменялись команды забитыми мечами вот так вот на справа потому что нас талант вырастет я не знаю кстати браталь тут тоже не выручил барселона может быть тарш теген бы спас на второй тайм конечно я выпущу шатова суса куда уж без никто ну что ж да пора мы нападающего бы заменить кем-нибудь кем его заменить то только я не понимаю вообще с некими менять но давайте попробуем все таки не знаю шатова выпустить на место нападающего справа в лицо собернат останется слева ладно уж хотя лоба может еще туда выйти алла вам может и в центре выйти тягу поменять он же универсал у нас так и ким их может поменять санчишин давайте лобой ким их как бы не особо центральные полузащитники ну да ладно еще и дёрдж который опорник а что если алла бы на цапе сыграет то будет вообще интересно если суса поставить на цап он по моему может там играть нет он только по фану по сути может по сути может давайте так попробуем алла бы справа поставим тогда правом полузащитником фрёдаль тогда выйдет ну пусть выйдет вместо берната чего уж теперь я уж теперь еще и гаудин у нас куча центральных полузащитников вот что я понял выпускать всех на поле невозможно гаудина тебя вот вообще уже некуда ставить если честно можно тогда его выпустили не дёрчи дёрчи можно чуть попозже тогда кинуть в бой ладно вот так доиграем тогда матч от гаудина великолепный перехват и сразу пас в разрез мюллер томас мюллер ставить спину удар по воротам вратарь вытаскивает здесь кто кто первый на мяче смолинг махнул мимо но он айн все-таки забрал круглого но на самом деле вот такой перехват сразу от гаудину все больше и больше мне нравится да центральный наш полузащитник а вала бы здесь к сожалению офсайт он прям в руки смолингу отдал мяч нам по идее надо бы побеждать потому что две ничьи два очка вряд ли ювентус играет в ничью с аль ахли как и барс так что тут все будет решаться по разнице я думаю обязательно нужно побеждать мы потеряли очки там где не должны были еще один перехват от него сусо хорошая передача мюллер и в разрезик здесь смолинг пролетает мимо мяча удар с усо 21 вместо цапа ай хорошо ай хорошо что-то вот наклёвывается у нас уже что-то наклёвывается мюллер отличный пас в разрез но тут конечно ошибка ошибка даже не смолинга это кто-то другой пошел на перехват и не успел к мячу смолинг был справа данной ситуации так что зря я накрыться решил это другой защитник ошибся либо вообще не защитник но мы уже впереди уже хорошо снова гаудину и снова ведь он перехватил и пас на мюллера раскатили здесь атаку мюллер уходит от смолинга отличная передача гаудину а хотел вырезать дальше нашатова который был уже один без прикрытых без защитников которые бы его прикрывали но пяткой пас только прямой пошел так что там невозможно было пяткой именно дать туда хотя это фрёдель подключается и навес на дальнюю штангу альба последний момент последний момент выручил шатов подача будет ли удар здесь кстати опять-таки опасно шатов хорошо подает угловые еще в жизни так подавал вот это олег открылся иисуса его отправил в прорыв один на один олег коллег да забивает каждый матч пока шатов 3 1 3 1 провал тут по центру обороны у барс и опять этот вот высокий защитник 35 номер ну вообще у барс он позиционно играет очень плохо очень плохо не знаю кто это там не увидел фамилию конечно посмотреть олег шатов два мяча на этом турнире да 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 красиво но номер на месте я вот думаю ведь мы покупаем получается неймара сейчас именно на место шатова но правда при расстановке 4 3 3 ой-ой-ой при расстановке 352 шатов может играть слева полузащитим так что посмотрим еще но олег видите как старается чтобы его не убирали в запас уже зус перекладина барса конечно присел опять на нашего рота смолинку же тут наши штрафной раскидывает финтами еще один навес и все-таки гол 3 2 андрей гомиш и время еще есть у барса еще 11 минут жезус аккуратно здесь еще один навес на дальнюю штангу но не точно абсолютно мяч можно не трогать проводить его просто вот варса не сдается даже в товарнике до конца играет гаудина у нас с приемом какая-то беда у него хотя нет разобрался вот он вообще не ошибается он лучше санчиша лучше тьягу я не знаю может его использовать в основе фридель или фрёдель ну вы напишите в комментариях наверняка снова гаудино через него все атаки шатов пяткой нет 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 не то заброс вперед сразу выиграть здесь борьбу брума кимих кимиха кстати было не видно но тем не менее шатов ах нет джонатанта вышел кстати барса его не было стартовом составе и кто играл на его позиции тот и косячил по сути навес ох ты он на я напередил мюллера передача сусо который на цапе тоже смотрится неплохо это так на заметочку на будущее учитывая что мы возможно купим манэ сейчас на имаром сначала разобраться надо это приоритетный трансфер само собой три минуты добавлено барселона будет забрасывать да заброс от смолинга и здесь два человека суарес свежий суарес не попал по воротам но он тоже уже старенький поэтому может быть ему тут как раз не хватило резкости шатов и слева фридель фрёдель как тебя там остановился навес на дальнюю штангу мюллер опять выскакивает вот смотрите мюллер видно что на навес и хорошо откликается 3 2 победа ребят три очка наши это хорошо смотрим кто лучший игрок матча по ударам кстати у барса больше томас мюллер да он забил гол дал голевую передачу но вообще рейтинг у всех неплохой особенно у тех кто вышел опять на второй тайм а вот теперь у нас хотят уже купить защитника лукаса иран эрнандеса этого 33 с половиной миллиона они предлагают вместо него можно взять бусуа тогда но я бы хотел хумельса все-таки продать они не на него не эрнандеса но я давайте так 50 если они предложат 50 согласятся на 50 миллионов на 50 то тогда ей вот ну продам ну что друзья наймар принял наше предложение причем борму тоже принял предложение по мане 16 миллионов мичелл они 35 хотят ну все ребят нашему транспортному бюджету она 580 тысяч остается и 54 тысячи на зарплату но зато наймар наш ирули уходит к нему сюда не будем про это забывать у нас остается один вратарь номер прибывает новый игрок да топ сделка ребят топ сделка неймар смотрите что у него здесь 99 владения мечом 99 дриблинг опять звезд слабая нога 5 звезд финтов это само собой разумеющиеся акробат бегун мастер обводки супер бомбардир сбалансированный нападающий талант и зрелищность но супер просто великолепный ну и шатф извини олежа ты отправляешься на запас но как бы на усиление всегда будешь готов выйти наймары в центре может играть нападение не будем про это забывать может и мюллера подменять время от времени согласитесь да так что не будем пока списывать шатфа совсем со счетов основы вот ну а теперь надо будет копить деньги на другие трансферы я вот тут подумал друзья а может быть смотрите как сделаем тягу у него опять звезд финтов и он может играть на цапе само собой испанец него хорошая передача может быть его поставить в эту схему а оскар тогда отправится в запас а гаудина будет в основе думаю это даже лучше будет оскар усилять нападение как раз при этой схеме вот и тогда все будет хорошо шатф будет слева туда суса справа мюллер наймар алаба волос орнандес защитники мне кстати игра обороны несмотря на то что мы пропустили два мяча от барсу понравилось во втором матче больше намного вот именно с этой расстановкой ну что ж друзья наверное на сегодня все я понимаю что мы всего лишь два матча сыграли но я эту серию записывал чуть ли не два часа потому что разбирался тут долго с составом это все не войдет скорее всего в серию по большей степени вот и поэтому только два матча но в следующий будет три следующий будет три обязательно и там будет дебют неймара в баварии будем играть вот этой схемы конечно на левом на левом фланге он будет играть в первом матче для себя вот у меня задача была напомню но есть от руководства с прибылью закончить сезон 75 миллионов мы пока ушли в дичайший минус но скоро будут продажи игроков надеюсь что и зарплата ну там на зарплату деньги еще нам останутся и так далее и так далее и так далее потому что состав у нас пока ну такой себе особенно учитывая что у нас задача выиграть все турниры в которых участвуем нам не хватит этого состава если мы еще никого кого-нибудь не купим допустим нападающий нам нужен еще один да у нас сейчас есть неймар есть мюллер как бы неймар может центре играть напомню ну я могу его использовать центр так то он конечно лучше на фланге смотрится но все же и нам нужен манэ обязательно я обещал купить манэ в топ клуб поэтому манэ нам нужен нам нужны нам нужен правый защитник какой-нибудь хоть кто-нибудь нужен да тоже туда поэтому посмотрим и и нужны продажи пока у нас никого не купили за всю серию но это только начало трансферного окна надеюсь еще будут у нас тут успехи в этом плане а вот продажи футболок дайте-ка мы посмотрим сделки ага неймар начал уже сразу продаваться и смотрите как выросли продажи сразу неймар санчишки миха у нас надеюсь и потихонечку помаленечку будем выходить в плюс но супер звезду подписали это впервые у меня вообще в карьерах по моему за все время когда их снимал игрока такого уровня игрока такого уровня я подписал не забывайте про лайки и комментарии всем пока